МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Особо опасные найдены. Двух пациентов, проходящих принудительное лечение в психиатрической больнице, накануне объявили в розыск Во время побега они побили стекла и осколками порезали санитара К делу подключился следственный комитет Все-таки не Кировская область Стало известно, в какой колонии будет отбывать наказание экс-губернатор Никита Белых Сегодня о подробностях этапа рассказала его супруга Екатерина Белых Испугался штрафа и устроил погоню Ночной вояж бесправника на девятке закончился аварией с машиной ДПС Дороже, но теперь точно ничего не отпадет Стеллу в Парке Победы готовят к сдаче Капитальный ремонт практически завершен Настоящая дамская сказка В выставочном зале Музея Васнецовых Открылась экспозиция «Большой мир маленькой туфельки» О событиях среды 27 июня расскажет информационный канал «Город» В студии Александр Тимшин Здравствуйте Особо опасно и найдены Двух пациентов, проходящих принудительное лечение В психиатрической больнице накануне объявили в розыск Во время побега они побили стекла и осколками порезали санитара К делу подключился следственный комитет По некоторой информации, эти два пациента В психиатрической больнице имени Бехтерева проходили принудительное лечение Для того, чтобы сбежать, они выбили стекла в наблюдательной палате А когда их пытался задержать санитар 34-летний мужчина порезал его теми же стеклами Больше пострадали голова и шея В каком месте пациенты покинули территорию больницы, неизвестно В настоящее время оба пациента задержаны и возвращены в больницу Следственными органами организовано проведение доследственной проверки По факту причинения повреждений сотруднику психиатрической больницы Кроме того, самым тщательным образом будут проверены действия самих работников больницы Кроме нанесения повреждений санитару, больницы следователи Сегодня объявили о том, что будут изучать условия содержания в больнице пациентов А также то, насколько выполнялись требования по безопасности пребывания Как для пациентов, так и для работников Все-таки не Кировская область. Стало известно, в какой колонии будет отбывать наказание экс-губернатор Никита Белых. Сегодня о подробностях этапа рассказала его супруга Екатерина Белых. Супруга экс-губернатора по-прежнему возмущена тем, что ни трижды прединсультное состояние подсудимого, ни его здоровье не повлияли на решение суда о том, что отбывать наказание Белых должен в колонии строгого режима. Впрочем, сторону защиты устроило то, что колония находится недалеко от Москвы, в Рязанской области. По словам Екатерины Белых, как только станет известно, в какую именно рязанскую колонию распределяет экс-губернатора, она потребует встречи с мужем. Кстати, ограничения на количество свиданий в колониях строгого режима гораздо суровее, чем в СИЗО. Для того, чтобы их снять, супруга экс-губернатора получила статус помощника адвоката Грохотова. То есть посещать мужа теперь может неограниченное количество раз. То разделяет, убросая в одну кучу. В городе перестали вывозить контейнеры для раздельного сбора мусора. Оказалось, что на это у них нет ни денег, ни техники, ни рабочих. Подробности далее. Эфир продолжает рубрика короткой строкой. Кировское спецавтохозяйство перестало вывозить отходы из контейнеров для раздельного мусора. На это пожаловались жители города активистам Общероссийского народного фронта. Они направили запрос в САХ. В организации ответили, что обслуживание таких баков прекратили, из-за того, что у предприятия не хватает транспорта, работников и денег. Минстрой области разработала памятку о том, как попасть в реестр обманутых дольщиков. По закону, те, кто оплатил строительство жилья, но никак не может заехать в квартиру или дом, теперь защищены законом и имеют право на помощь. Полный перечень документов и условий можно посмотреть на сайте Министерства строительства Кировской области. В отличие от Кирова, где городской пляж еще не открыт, в районах области уже работают 7 муниципальных пляжей. Они открылись в Котельническом, Мутнинском, Даровском и Кирово-Чепецком районах. Также начали работу и частные пляжи в Митино и Нижне-Ивкино. Всего в этом году в области официально будут работать 30 пляжей. 30 июня в Кирове отпразднуют День молодежи. Гуляния пройдут на набережной Грина, на театральной площади и в парке Аполло. Празднования начнутся с самого утра и пройдут до вечера. В этот день будут перекрыты улицы Труда и Щерса между Казанской и набережной с 7 утра до 10 вечера. Смотрите во второй части нашего выпуска после короткой рекламы. Испугался штрафа и устроил погоню. Ночной вояж бесправника на девятке закончился аварией с машиной ДПС. Дороже, но теперь точно ничего не отпадет. Стеллу в парке Победы готовят к сдаче. Капитальный ремонт практически завершен. Затягивалась плотно стопа. Маленькая стопа – это признак, являлась знаком высокого социального положения. Практически мужчина ее носил на руках, потому что ходить она в таких уже не могла. Настоящая дамская сказка. В выставочном зале музея Воснецовых открылась экспозиция «Большой мир маленькой туфельки». Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. Ночной вояж бесправника Вадима на девятке закончился аварией с машиной ДПС. На улице Пугачева гонщика, который устроил погоню, задержали. Именно там он въехал в патрульную гранту. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, материал имеет возрастное ограничение 12+. Преследование было действительно долгим. Росгвардия заметила 26-летнего Вадима на улице Горбуновой. Девятка ехала без света. На сигналы об остановке парень не реагировал и попытался скрыться. Я могу, стой, стой, стой. Там тормоза еще плохие. Я могу, сейчас тебе в коробочку возьмут. Он тормозит и вот потом по газам резко дал и еще другую машину помял. В итоге инспекторам пришлось оформлять не только бесправника Вадима, а также ДТП. Сам молодой человек заявил, что столкновение произошло не по его вине, а так сказать, по технической неисправности. Во время погони в девятке кончился бензин. Сейчас ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. На улице Солнечной водитель машины с камерой чуть не попал под удар тепловоза. До столкновения оставалось несколько метров. По словам автора видео, он был в шоке, ведь шлагбаум был открыт и семафор не мигал. Было слышно только гудок. На Октябрьском проспекте водитель Пазика поехал против движения. Возможно, нарушитель таким образом пытался объехать пробку в сторону площади Лепси. Дороже, но теперь точно ничего не отпадет. Стеллу в парке Победы готовят к сдаче. Капитальный ремонт практически завершен. До этого каждый год делали только косметические ремонты, но после дождя и снега на памятнике снова появлялись трещины и сколы. Чтобы наконец привести Стеллу в порядок, власти решили провести капитальный ремонт монумента, который в последний раз делали 10 лет назад. Верхнюю часть памятника со всех сторон полностью отштукатурили и покрасили. Для этого было необходимо заделать трещины и восстановить все недостающие куски. Сейчас работы заканчивают в нижней части Стеллы. Здесь уже положили новую мраморную плитку. Осталось только накрыть низ памятника листовым железом. Оно и поможет уберечь Стеллу от трещин после дождя и снега. Кстати, железо подберут под цвет постамента. Кроме того, подкрасили все строения вокруг памятника. Например, монумент с цифрами о начале и конце Великой Отечественной войны. Вечный огонь на время ремонта пришлось погасить. Включали его только на 9 мая. На следующий день огонь снова погас, а работы продолжились. Такая крупная реконструкция, которая проводилась, она проводилась 10 лет назад. Таких больших, больше финансовых средств не уделялись. Вот в этом году мы нашли экономию, которая выявилась в бюджете района и соответствующим образом нам пошли навстречу. Эту экономию ставили для того, чтобы отремонтировать Стеллу. Значит, звезду мы пока оставляем в том же цвете, как вот у нас сделан барельеф Булатову. Цветы будут высажены, вы видите, уже здесь цветы посажены. Вот точно так же у нас заключен контракт и на цветы, которые есть. Они уже подготовлены, рассада есть. Как только закончатся сообщестроительные работы, цветы будут высажены на клумбе около, вокруг Стеллы. Капитальный ремонт Стеллы в Парке Победы начался еще в апреле. С этого момента рабочие трудятся ежедневно. Постоянный контроль на всех этапах ремонта ведет городадминистрация и представители общественных организаций. Говорят, что претензий к подрядчикам пока нет. Если бы не частые дожди, то работы могли закончить еще неделю назад. Полностью отремонтированный памятник должны сдать к 10 июля. Гарантия на капитальные ремонтные работы будет составлять 4 года. Напомним, что стоимость работ составила 1 миллион 200 тысяч рублей. Кировчане окунутся в большой мир маленькой туфельки. Экспозиция с таким названием открылась в выставочном зале музея Васнецовых. Это коллекция из 500 экземпляров из разных частей света. Миниатюрные авторские туфельки, созданные художниками по примерам, исторической обуви, а также миниатюрные копии самых дорогих лодочек, башмачков и ботильонов. Эта выставка точно женская сказка, после которой каждая дама захочет пойти на шопинг за новыми туфлями. Алина Котрихова побывала на выставке и тоже решила обзавестись новой парой. Какая дама не любит красивую обувь? Только вот эти экземпляры пришлись бы в пору лишь дюймовочке. Одна пара может уместиться на ладони. Миниатюрные туфельки, сапожки, башмачки. Вся эта коллекция, а здесь представлено более 500 экземпляров, принадлежит одному коллекционеру из Ижевска Татьяне Фрейберг. И это лишь треть всей ее коллекции. В целом у нее более двух с половиной тысяч пар. Собирала их 13 лет. Толчком для собирания коллекции, для начала коллекции является случай. Татьяне подарили на день рождения несколько сувенирных туфелек и затем пошло-поехало. Она начала видеть где-то в бутиках, в путешествиях по Европе интересные вещи и начала потихоньку собирать. Собирать, затем пошли дары, потом пошли заказы. Люди стали уже независимо от коллекционера привозить ей вместо, значит, каких-то других вещей, подарков, они стали привозить ей туфельки. Каждый раздел экспозиции уникален. К примеру, эта авторская серия «Туфелька на правую ножку» – копии самых дорогих в мире по обуви. Оригиналы, которые на самом деле были в носке, хранятся в Ирландии. Там их палетка тысячи и эта обувь уже не производится. А копии сделаны так реалистично, будто и они были в носке. Потертости, складки – авторы учли все. Причем копии такие очень подробные. Здесь используется не только пластик, здесь и стекло, металл, фарфор, керамика тоже. Есть такая серия, вы увидите ее. Но все они носибельные. То есть мы видим некоторые вот такие складочки. То есть они как бы ношеные. А вот самый дорогой экспонат выставки – обувь первой леди США Марты Вашингтон. Копия туфельки 18 века. Сколько она стоит – это секрет. Но счет идет на тысячи долларов. Это ручная работа. Кремовый шелк с жемчугом расшит золотой тесьмой. Еще одна интересная пара с узким носом – бальная обувь. Франция, 18 век. Очень неудобные, вы скажете, туфельки. На самом деле, вот они такие, использовались на балах. Затягивалась плотно стопа. Маленькая стопа – это признак, являлась знаком высокого социального положения. Практически мужчина ее носил на руках, потому что ходить она в таких уже не могла. Здесь каждый экземпляр можно рассматривать бесконечно. Вышивку, детали, камни и жемчуг. А где-то и художественную роспись на фарфоре. Самую маленькую туфельку на выставке так быстро и не найдешь. Это серебряная брошь 19 века, размером со спичку. Нашли ее случайно в прошлом году в Петербурге, когда разбирали старинный дом. В большом мире маленькой туфельки нашлось место и для туфельки покрупнее, и вполне себе утилитарной. Вот, к примеру, туфелька-шкатулка, туфельки-колонки и туфелька-домашний телефон. Только вот она уже стала полноценным музейным экспонатом, так как от домашних телефонов уже принято избавляться. Вся эта дамская сказка дополнена авторскими будуарными куклами и интерьерными аксессуарами. И заглядывать в этот зал любят не только женщины, но и мужчины, которые с удовольствием ведут сюда жен и дочерей. Только вот потом мужчинам приходится расставаться с наличными, ведь выставка авторской туфельки вдохновляет дам пойти на шопинг за новой парой туфель. Алина Котрихова, Антон Мамаев, информационный канал «Город». Такой была эта среда, 27 июня. Если у вас есть новости, звоните в нашу редакцию по телефону 470706. Также, если вы стали очевидцем каких-либо событий, рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова. Первый городской канал». Новости там появляются гораздо раньше телевизионного выпуска. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в городе.